Доброе утро, уважаемые трейдеры. Приветствую вас на предпоследней торговой сессии этой недели. Вместе мы снова разбираем и анализируем события, которые случились на финансовых рынках и смотрим, как эти события повлияли на основные торговые идеи, относящиеся нами к категории долгосрочных позиций рынка Форекс, также фондовых инструментов НХАТОЖа. Даже без каких-либо значимых релизов, которые мы периодически отмечаем и выделяем в содержании экономического календаря, волатильность на финансовых рынках остается выше среднего уровня. И я думаю, друзья, те из вас, кто внимательно вместе со мной отслеживают информацию, которая на рынках происходит, могут сказать безошибочно и сразу же, что сейчас в принципе обстановка не совсем тривиальная на площадках. Дело в том, что сейчас мы работаем с одной очень большой геополитической угрозой, которая связана с ростом торговой напряженности отдельных стран, что в целом может перерасти в полноценную торговую войну. Речь особенно идет о двух ключевых игроках, это Соединенными Штатами Америки, собственно, и Китаем. И сегодня я позволю себе сказать, что не нужно допускать и говорить о потенциальных рисках торговой войны. Я предлагаю уже говорить о том, что торговая война идет, потому что те меры и ответные контрдействия, которые мы наблюдаем сейчас по итогам вчерашней торговой сессии, это очень актуально со стороны Китая уже против США, Это явно указывает на то, что стороны сейчас явно далеки от возможности сесть за стол переговоров или даже сказать, что этот вариант, опять же, выход из сложившейся ситуации их явно не устраивает. Каждый из указанных регионов США и Китая демонстрирует свой характер, каждый периодически огрызается и усиливает эту торговую напряженность, что в конце концов приводит к очень серьезным радикальным изменениям в показателях торгового баланса, сеет панику на финансовых рынках, Потому что очевидно, что не найдя общий язык с Китаем, скорее всего, Соединенные Штаты Америки вовсе не замотивированы искать какие-то точки соприкосновения с другими регионами, которые, в принципе, для них имеют куда меньшее значение в плане торгового партнерства. И если сейчас вернуться, опять же, к другим сторонам вот этого процесса переговоров в сфере торговли, я имею в виду, что на США у нас основной персонаж остается, у нас есть еще Канада, у нас есть еще Европейский Союз, мы на них тоже поглядываем, когда есть обновленный новостной фонд, скажем так, есть еще регионы в рамках всего североамериканского торгового альянса, нафта. И здесь, друзья, вы должны понимать, что, конечно же, есть риск того, что эта паника, в конце концов, будет конвертирована в отсутствие каких-либо прогрессивных моментов и возможности договориться уже и с этими регионами. Мы сейчас поговорим чуть детальнее о основных валютных парах. Я счел необходимым начать, опять же, сегодняшний брифинг с того, что рынок сейчас живет вот этой идеей того, что будет дальше, после ответа Китая на новые пошлины со стороны США, я думаю, что Соединенные Штаты Америки тоже попробуют предпринять что-нибудь новенькое, потому что каждый раз, когда Китай в прошлые разы огрызался, США это возмущало, и Соединенные Штаты Америки с еще большей агрессией начинали проводить против Поднебесной свою протекционистскую политику. Сейчас об этом, друзья, я думаю, что мы с вами еще немножко детализируем непосредственно по отдельным активам и инструментам. Предлагаю прямо сразу перейти к нефтянке, которая резко просела в ходе вчерашнего торгового дня. Я думаю, что если мы доберемся в ближайшие несколько торговых сессий до отметки в 70 долларов за баррель, то потери снова будут сокрушительными, в процентном эквиваленте около 10%. Да и в целом нефть находится, на мой взгляд, в очевидном сейчас нисходящем и ралли. И очень хочется верить, друзья, что вы высмотрели опять же намеки, предпосылки для вот этого разворота. Я о нем говорил. Говорил о том, что сейчас лучше вообще отыгрывать нефть только через продажи. Когда нефтянка растет, вообще не обращать на это внимания. И лишь быть преданным своему подходу, предполагающему, что и брать, и WTI будут стоить гораздо дешевле. Собственно, вчерашний день. Что можно выделить в качестве причин резкой распродажи нефти? Опять же, я уже отметил рост напряженности в торговых отношениях. После того, как Китай сообщил, что с 23 августа, ровно в тот же день, когда вступят в силу новые таможенные пошлины на товары китайского происхождения общей стоимости в 16 миллиардов долларов со стороны США, то есть ранее Соединенные Штаты Америки, обозначили эту дату 23 августа. И вот сейчас Китай ответил, что то же самое, такие же аналогичные действия, ту же самую дату начнут распространяться и на американские товары. Конечно же, категории товаров разнятся, но в целом доллары эквиваленты идентичны, тоже на 16 миллиардов долларов. Как только на рынок пришло это сообщение, тут же, разумеется, все напряглись и начали разворачивать идею того, что торговая война в конце концов приведет к еще большему экономическому спаду и подорвет спрос на сырьевые инструменты, к которым, разумеется, относится и нефтянка. Поэтому распродажи последовали сразу же, как только эта новость появилась на финансовых площадках. Я думаю, что даже по резонансному такому воздействию мы можем вот так вот негативить и наблюдать развитие еще большего снижения вплоть до конца текущей недели. По поводу мировой экономики, рисков для нее, того, насколько уже просили показатели экономического восстановления, мы уже с вами говорили не раз, поэтому повторяться не буду. В качестве еще одного фактора снижения цены на нефть статистика от администрации энергетической информации, классический целый блок данных, запасы нефти, дистиллятов, бензина. И вот уже которую неделю подряд мы видим то, что этот отчет больше даже способствует и подыгрывает нам, продавцам, потому что стоит только, к примеру, снизиться запасом нефти. Казалось бы, на фоне снижения запасов нефти нужно торговать через длинные позиции, через покупки, но есть и компенсаторы в виде запасов бензина. Так вот и вчерашний отчет, соответственно, который подвел итоги минувшей недели. Запасы нефти снизились на 1,3 миллиона, при этом запасы бензина выросли на 2,9 миллиона. Немного парадоксальная и необычная ситуация, поскольку мы все-таки говорим о емкости топлива в рамках американского рынка и говорим в сезон тогда, когда спрос на бензин должен просто зашкаливать. И, соответственно, что-что, но запасы бензина должны просто логично проседать из недели в неделю. Но сейчас мы видим, что картина другая. Я думаю, что не нужно разбираться особо в причинах, потому что, в конце концов, не вижу в этом смысла. Ситуация может измениться уже через неделю и, соответственно, этот анализ не будет иметь никакого смысла. Предлагаю пока работать с фактами, с цифрами, тем более, что на запасы нефти и бензина мы особую долгосрочную ставку никогда не делали. Мы просто анализировали этот отчет как влажный для нефти, как отчет, который может вмешаться в динамику в рамках конкретного периода торговой сессии. Но вот что касается долгосрочных идей, у нас были совершенно иные подходы. И главный из них заключается сейчас в том, что большее внимание начинает притягивать и приковывать идея все-таки неизбежного накопления чрезмерных и избыточных запасов, так называемого перепроизводства нефти. Если, опять же, свести воедино все, что у нас накоплено за последние месяцы, вчера мы говорили с вами по статистике роста нефтедобычи в отдельных регионах, в ключевых, в Саудовской Аравии, в России, в рамках всего ОПЕК, в США. Сегодня я сделал большой акцент на перспективу падения и замедления мирового экономического восстановления. Поэтому, сопоставляя первый и второй фактор, я думаю, что вывод здесь ровным счетом точно такой же, как выводы, которые мы делали несколько недель назад. О том, что нужно сейчас все же видеть больше причин для снижения нефти и ни в коем случае не задаваться вопросом, а почему нефть просела, потому что этот вопрос абсолютно неуместен. Все сложилось в пользу того, чтобы котировки нефти двигались вниз. Цель 70 долларов за баррель, друзья, до нее остается все меньше и меньше. Я думаю, что давайте, собственно, этого ориентира и ждать. Рубль 65.54. Поздравляю тех, кто досидел, собственно, до этого сопротивления 2016 года. Мы не видели такой дешевой российской валюты. Я думаю, что по факту достигнуты цели. И учитывая, сколько мы ждали, можно и пофикситься, взять небольшую паузу и, скажем, отдохнуть недельку-другую, посмотреть, как рынок вообще будет адаптироваться под новый курс, как рубль, собственно, смириться с ним или нет. И что, в принципе, будет дальше. Хотя после пробоя таких психологических планов, тем более многолетних максимумов, обычно следует импульсное развитие тренда, которое заносит, заводит пару еще гораздо выше, либо ниже. Но в контексте сейчас пары доллар-рубля, опять же, вижу цели, которые сейчас начинают обсуждать активно в районе 67-68. Друзья, если вы согласны с тем, что нечего сейчас рублю отыгрывать в плане позитива, я, между прочим, придерживаюсь именно такой позиции, то тогда нужно ставить на еще большую девальвацию. Напоминаю, что против рубля сейчас действует не только слабый нефть, но и новые санкции со стороны Запада, которые снова бьют по ключевому корпоративному сектору, снова бьют по ключевым банкам, активы которых могут быть заморожены. Соответственно, российские банки фактически утратят доступ к собственной долларовой ликвидности, которая находится на корче так в зарубежных партнерских банках. Ну и, разумеется, все эти санкции, в конце концов, еще больнее ударят по инвестклимату в стране и могут, в конце концов, дойти даже до облигации федерального займа. Я, по-моему, уже касался этой темы, где был обозначен риск того, что из этих, точнее, в эти бумаги, государственные бумаги России, доступ к ним будет закрыт для нерезидентов. В этом случае, друзья, конечно же, наступит не самый лучший период для российской экономики, особенно сейчас, тогда, когда и без того очевидный кризис ликвидности. Не будем совсем о плохом, сейчас говорим о котировках 65-54, думаю, что снижение продолжится дальше, но для тех, кто все же сдал вместе со мной уже несколько месяцев этот уровень, друзья, можно пофикситься. Доллар, японская иена, сразу же хочу отметить то, что позиции американца слабеют против иены, исходя из того, что защитные свойства американца не такие крутые, не такие выраженные, как у японской валюты. Поэтому каждый раз, когда мы говорим о геополитических рисках, угрозах, мы видим больше спроса на японскую валюту. Сейчас на рынке обсуждают санкции США против Ирана, сейчас на рынке обсуждают санкции США против России, и сейчас на рынке обсуждают торговую войну США и Китая. И возможно, что к этой войне примкнут вынуждены еще и другие регионы, о которых мы также уже говорили. Соответственно, геополитического риска очень много сейчас. Иена не пропустит вперед американца, если на рынке не будет какого-то локального позитива по вот этим негативным факторам, либо не выйдет крутой отчет. Вот сразу хочу отметить, что крутой отчет у нас все-таки ожидается. Завтра уже данные по инфляции, индексу потребительских цен в 15.30 по московскому времени. В том случае, если данные по инфляции не разочаруют, то внимание трейдеров в моменте может снова переключиться на перспективу роста процентных ставок и на сентябрьское повышение процентной ставки. То есть, если инфляция как минимум сохранится выше целевого диапазона в пределы целевого диапазона в 2%, а в Штатах, соответственно, вероятность повышения ставки в сентябре составит уже 100%. Доллар этим может воспользоваться. Я предлагаю в связи с этим сделку, байлимит по доллару и японской иене с отметки 110.60. Евро против американца. Европейская валюта сейчас котируется на отметке 1.16.13. Цели 1.15 по-прежнему актуальны. Я отмечаю снова несколько причин, по которым европейскую валюту нужно продавать. Это слабая статистика. Это очень сильное расхождение политика Федрезерва и Европейского Центрального Банка. И очень сильный контраст доходности облигаций немецких и США. Ну и, конечно же, теперь уже после того, как конфликт торгового характера между США и Китаем вышел на совершенно новый уровень, я считаю, что определенная жесткая позиция Соединенных Штатов Америки может быть занята и против Европейского Союза. Но не хочет США и, в частности, Дональд Трамп договариваться на тех условиях, которые предлагают партнеры. Видимо, позиция будет исключительно протекционистской в отношении Европейского Союза. Поэтому к негативу мы с вами тоже можем вернуться уже в середине сентября, когда возобновятся переговоры торгового характера США уже с валютным блоком. 1.15 до этого, уверен, времени мы эту цель с вами сделаем. Тем более, вчера снова приближаясь к планке 1.15. Но пока что покупатели пользуются локальной слабостью доллара. Я надеюсь, я абсолютно уверен, временный. Поэтому риска немножко прибавляет. Фунт против доллара снижается. Здесь только лишь один Brexit сейчас занимает все умы. Все плохо, друзья. Все ждут жесткую процедуру выхода Англии из состава Европейского Союза без сохранения доступа к европейскому рынку. Даже представители монетарных властей Банка Англии позволили себе обозначить вероятность такого исхода, который сейчас составляет 70%. Раз так, давайте фунт продавать. Мы это делаем уже, в принципе, несколько дней и уже находимся в неплохом профите. Но все равно нам нужно дожать эту пару до отметки 1.25, чтобы лично я мог снова отнести британца к категории дружеских активов. Потому что пока фунт больше навредил, опять же, лично моему депозиту, исходя из ранней ставки на его рост, которого мы так и не дождались. Но сейчас мы находимся, скажем, по направлению, по которому дует ветер, держим, собственно, парус по ветру и продолжаем снижаться вместе с развитием очевидного нисходящего ралли. Австралийцы против доллара. Отмечу, что причина, по которой австралийцы сейчас растет, это только слабый доллар. После риторики, которую мы получили от Филиппа Лоу, да и в целом от Резервного банка Австралии, стало ясно то, что ставки будут повышены не скоро. Поэтому в целом австралийцам нужно продавать цель 0,73. По новозеландцу здесь, друзья, мы видим резкое ослабление валютной пары, резкие потери новозеландца на фоне существенных корректив в риторике, которые произошли. Несколько часов назад завершилось заседание Резервного банка Новой Зеландии. Ставки сохранили на прежнем уровне 1,75%. Но в момент выступления председателя Резервного банка Новой Зеландии, я думаю, что все те, кто следил за этим событием и торговал непосредственно новозеландцам, оказались фактически шокированы эти заявлениями. Потому что Резервный банк Новой Зеландии обозначил, что повышение процентной ставки будет не раньше 2020 года. Уж не знаю, почему так далеко они закинули. Вот этот шаг, который предполагает проведение более жесткой политики, я признаюсь, рассчитывал, что это будет гораздо раньше. Но вы видите, что у Резервного банка Новой Зеландии другая позиция. В частности, также руководством было отмечено, что более дешевая валюта поддерживает экспортные поступления. Выручку новозеландец находится вблизи, скажем, уровня справедливой стоимости. Но я считаю, друзья, что неправильно будет после таких комментариев пытаться выжать что-то из новозеландцев в плане роста. Поэтому я предлагаю снова разворачиваться по этому активу. Даже несмотря на просадку, все-таки решительно закрывать эти длинные позиции. И рассчитывать на то, что новозеландец уже будет смещаться к уровням, сопоставимым по потерям, которые мы ждем по австралийцу против доллара. Соответственно, по мере появления новых водных будут держать вас в курсе. Доллар канадец 1,30. 1,31 с небольшим мы видели. Надеюсь, что вы не испугались. Такого расклада продолжаете, собственно, покупать канадца. Потому что динамика последних часов указывает на то, что трейдеры все-таки изолировали себя от внешнеэкономических угроз и рисков. И фокусироваться только на одном. На перспективу повышения процентной ставки. Соответственно, если бы мы руководствовались логикой в динамике пары доллар-канадец, то сейчас, собственно, поставили бы на ослабление канадца, исходя из того, что очень сильно просили цены на нефть. Но этого не происходит. Канадская валюта крепчает. Может быть, отчасти это следствие слабости доллара. Но, скорее всего, это больше следствие того, что трейдеры закладываются под еще одно повышение процентной ставки в Канаде. Тем более, что завтра у нас данные по рынку труда. По ожиданиям они будут очень хорошими. И вероятность того, что ставку действительно повысит, может составить около 80-90% до конца этого года. Предлагаю пока с этой идеей работать, сохранять длинные позиции по канадцу, сохранять куплю канадца против доллара, ну и, соответственно, короткую позицию целую по паре доллар-канадец. И ждать цель как минимум 1.28. В идеале бы, друзья, дотянуть вместе с этим дуэтом активов, так же, как и по британцу против доллара, до отметки, идентичной, кстати, 1.25. Ну, по канадцу очень далеко до этой плиты ценовой, поэтому сейчас, думаю, что лучше руководствоваться целью скромнее 1.28, более чем достаточный ориентир. Из важных отчетов сегодня ждем индекс цен производителей в 15.30, заявки на пособие по безработице. Но в целом мы сейчас в предвкушении завтрашних отчетов по инфляции в Штатах и по рынку труда Канады. Поэтому сегодня работаем с новостным фоном, касающимся роста торговой напряженности, знаем, как действовать, я, в принципе, уже все рассказал. И завтра уже ждем переломных статистических моментов, которые могут снова привить интерес к покупкам доллара и оказать еще большее давление на рисковые инструменты. Друзья, на этом все. Большое спасибо за внимание. Всего доброго, до свидания.